всем привет сегодня видеоролик называется перепланировка без нервов то есть что нужно знать перед своей первой планировкой когда вы взялись расставлять мебель двигать стены так вот что нужно учесть о чем нужно знать чтобы у вас все получилось хорошо удобно и впоследствии красиво готовим мы с вами каждый день многие готовят много мы храним продукты даже если вы принесли уже все готовы из магазина вы положите это в холодильник вы достанете разогреете и сядете за стол чтобы это все съесть поэтому кухня нам необходимо а что я вижу я вижу что застройки делает такие кухни на которых готовить невозможно они настолько малы и они настолько нелепо поставлены что просто ни в какие ворота как говорится поэтому очень важный вопрос это планирование кухонного гарнитура сейчас вкратце на пальцах а то есть на этой доске я вам расскажу как примерно нужно проектировать кухню во-первых вы наверняка все слышали про так называемый золотой треугольник который включает в себя холодильник мойку и варочную поверхность и все уже уши прожужжали как нужно это расставлять из холодильника достали продукты перенесли в раковине помыли затем сварили на варочной поверхности вот он есть этот золотой треугольник сейчас попробуем его воспроизвести с теми необходимыми расстояниями которые нужны для более менее удобной готовки еды допустим 1 у нас идет холодильник он идет всегда 0 6 метра то есть 60 сантиметров дальше после него у нас идет мойка мойку тоже мы закладываем 60 сантиметров шириной дальше между мойкой и варочной поверхностью у нас остается зона для приготовления пищи она должна остаться минимум 0 8 то есть 80 сантиметров лучше метр но не больше метра двадцати иначе потом уже будет неудобно и вот это все превращается в вытянутую кухню давайте еще раз пройдемся потому сценарию который работает на кухне вот здесь холодильник здесь хранятся продукты мы их достаем и кладем вот на эту часть перед мойкой эта часть перед мойки должна занимать ну хотя бы 30 сантиметров дальше идет мойка в которой мы продукты моем и выкладываем на ту поверхность на которой будем резать строгать и готовить продукты к тому чтобы их отправить кастрюлю или в сковородку это тоже 60 сантиметров варочная поверхность и дальше сервировочная часть отсюда мы уже накладываем по тарелкам и эти тарелки уже куда-то там разносим это тоже 30 сантиметров теперь давайте все сложим и получим минимальное расстояние на кухонном гарнитуре получается 3 метра 20 сантиметров у вас должна быть минимум кухня в принципе можно ужать до трех метров то есть сделать здесь чуть-чуть еще поменьше здесь чуть-чуть поменьше здесь чуть-чуть поменьше на 20 сантиметров мы сократить можем но меньше уже никак лучше конечно чуть-чуть побольше поэтому очень многие стремятся кухню завернуть углом вот таким образом и получить угловой кухонный гарнитур и мы уже тогда более свободно начинаем располагать все оборудование на кухне ведь помимо готов приготовления у нас еще будет стоять чайник у нас еще будет стоять тостер у кого-то еще что-то пароварка там и так далее и так далее и это все будет занимать место нужно еще не забывать о том что глубина кухни имеет расстояние тоже 60 сантиметров и при проектировании кухонного гарнитура нужно на это обращать особое внимание потому что те планировки которые вы видите у застройщика они нарисованы как правило не в масштабе очень часто масштаб нарушен и выглядите на план и думайте что у вас все влезет а потом по факту ничего не влазит почему потому что не в масштабе было нарисовано и если вы хотите все продумать чтобы у вас было все удобно и вообще на старте так сказать даже перед покупкой квартиры оценить насколько она отвечает вашим требованиям лучше там нарисовать планировку и так наша кухня глубиной 60 сантиметров шириной 320 можно ли ее улучшить конечно можно и мы очень часто это делаем мы делаем еще и остров около этой кухни очень часто если позволяет размер комнаты но размер комнаты должен быть существенным мы про это тоже еще поговорим а сейчас пока какие расстояния должны быть если у вас появился остров между этой линии и этой линии острова должно оставаться минимум 80 сантиметров это минимум метр еще лучше идеально метр двадцать но мы говорим про минимальное расстояние минимально это 08 дальше остров должен быть глубиной минимум 80 сантиметров максимум метр двадцать но метр это золотая середина как говорится поэтому если мы пойдем по самым минимальным размерам что можно вычислить что расстояние которое займет кухонный гарнитур это 240 плюс здесь нужно оставить какое-то место для того чтобы проходить вдоль острова и оставлять нужно 08 получается 240 плюс 08 то есть 80 это получается 320 то есть вот это расстояние под кухню с островом 320 все эти цифры я вам говорю чтобы показать что в общем то во многом планирование вашей квартиры это в какой-то степени математика где мы сидим и просто аккуратно с размерами разбираем что какого размера должно быть и влазит это или не влазит вот поэтому еще раз давайте повторим кухонные модули глубиной всегда 60 шириной 60 мойка 60 варка 60 бывают и другие модели допустим мойки шире допустим варка шире или даже уже бывает но я иду по стандартным размерам глубина 06 а еще нам нужно оставлять расстояние расстояние между вот этими так сказать готовочными модулями она тоже 80 сантиметров и остров делается всегда шире чем стандартный кухонный гарнитур то есть 80 сантиметров а лучше метр а еще лучше 1 и 2 метра здесь с кухней понятно на кухне обязательно нужно располагать обеденный стол под обеденный стол мы тоже должны закладывать место кухни бывают разного размера например если мы берем квадрат скажем 4 на 4 метра то мы можем следующим образом расположить кухонный гарнитур например вдоль стены а вот это вот место у нас останется под стол и допустим 6 человек мы спокойно здесь можем посадить если оказывается что 4 метра кухни мало то мы можем кухню завернуть вдоль второй стены и поставить стол вот сюда например круглый то есть мы его уже немножечко смещаем при этом нужно смотреть где у нас вход где у нас окно она может быть здесь а может быть например вот здесь и все это будет влиять на расстановку кухонного гарнитура но если даже здесь окно мы всегда можем сделать кухонный гарнитур таким образом что рабочая поверхность будет прямо перед окном а я знаю что это мечта многих хозяек чтобы была раковина глядишь в окно смотришь как детишки бегает в общем одна радость а не готовка в таком размере кухне вряд ли а точнее точно не удастся поставить остров то есть его поставить будет просто некуда если такое желание есть это значит что нам стол нужно будет выносить за пределы этой комнаты или увеличивать комнату то есть она уже будет не 4 метра будет уже 5 или 6 метров то есть чтобы стол у нас вот сюда поместился то есть одна линия кухни 2 2 линия то есть это остров и далее пошел стол давайте вот мы сейчас вычислим с вами по размерам какого размера должна быть комната чтобы вошел кухонный гарнитур с островом и еще стол поместился и так глубина кухонного гарнитура у нас 60 сантиметров далее до острова берем минимально возможный размер это 80 сантиметров далее у нас пошел остров возьмем его глубиной один метр ну чтобы остров так остров как говорится далее до стола расстояние я возьму минимально возможное это 80 сантиметров сам стол но допустим мы возьмем его круглый я всегда за круглые столы выступать выступаю возьмем метр двадцать и дальше до стены мы должны оставить но хотя бы тоже 0 8 то есть 80 сантиметров сейчас мы это все с вами складываем и получили длину комнаты какой она должна быть если мы хотим кухню с островом и со столом но и допустим у нас где-то здесь окна но это я сейчас фантазирую понятное дело но допустим вот здесь вот у нас где-то окна но короче говоря вы поняли какие размеры нам нужны для того чтобы поставить кухню с островом и со столом при этом ширина давайте подумаем о том какой может быть ширина если у нас стол метр двадцать вот здесь вот уже расстояние между окном и столом 0 8 не может быть потому что возможно будут какие-то шторы плюс нам нужно пройти ну хотя бы один метр мы должны оставить дальше метр двадцать должно пройти остаться и дальше если у нас здесь вход то но лучше если метр двадцать но это минимальные размеры опять таки же я называю еще лучше когда это будет побольше то есть получается 340 у нас комната должна быть то есть расстояние должно быть три метра сорок сантиметров вот таким образом мы с вами вычислили минимальный размер кухни для кухни с островом и с отдельно стоящим столом зачем это нужно знать это нужно знать для того что когда вы взяли перепланировку ручку карандаш линейку и начали придумывать себе перепланировку чтобы вы знали те расстояния которые необходимо заложить для того чтобы у вас все получилось и в последующем было удобно и выглядело красиво если этого не делать то в тех пространствах которые сдает вам застройщик может оказаться так что просто не влезет все что вы хотите а если влезет то будет смотреться как-то некрасиво или пользоваться этим будет неудобно поэтому обратите внимание мы можем с двигать перегородки мы можем делать практически все главное нам знать как это делать когда вы подумали над кухней и расставили кухонный гарнитур и специально для этого подвинулись стены увеличили комнату для того чтобы кухонный гарнитур был нужного для вас размера дальше следует подумать о гостиной сейчас очень часто кухня и гостиной просто совмещены в одно пространство я считаю это правильным потому что мы очень мало времени проводим вместе буквально 2-3 часа в день и все это время я считаю мы должны использовать таким образом чтобы иметь возможность общаться друг с другом а это можно только в том случае если кухня совмещена с гостиной потому что пока готовим мы общаемся если кухне изолирована то у нас такой радости в жизни нет вот видите как с помощью планировки мы можем с вами настраивать так сказать наши семейные отношения а и этого очень важно надо сказать поэтому сейчас застройщики очень часто практически в каждом проекте делают такую штуку как общую комнату это кухня-гостиная но почему-то очень часто опять таки же они делают это какого-то нелепой формы непонятного размера я очень часто вижу 18-20 квадратных метров комната в которую пытаются запихнуть кухню стол и еще и гостиной то есть диван с креслами в 20 квадратных метров это конечно впихнуть можно но это очень маленькое расстояние это очень маленький размер и конечно под общую комнату размер должен быть ну метров 35 наверное хотя бы чтобы все нормально разместилось давайте на примере я вам покажу какого размера должна быть комната хотя бы примерно для того чтобы вы могли в своей планировке это учесть и спланировать только что я рисовал кухню с островом и с обеденным столом и мы с вами вычислили размеры у нас получилось ширина комнаты 320 длина комнаты 520 здесь у нас стоял кухонный гарнитур здесь у нас стоял остров а здесь у нас стоял стол теперь представим что нам нужно еще поставить куда-то диван и кресло для этого нам необходимо увеличить как бы вытянуть комнату и поставить там эти предметы мебели но давайте поставим диван и напротив него два кресла допустим вот такая у нас конфигурация будет а здесь мы поставим телевизор какие расстояния необходимы давайте возьмем стандартный размер дивана это 220 просто двухместный диван с подлокотниками здесь до стены должно остаться примерно 0 5 метров это минимально чтобы хотя бы тумбочка глубиной 45 сантиметров смогла сюда поместиться то есть пишем 05 в идеале конечно побольше до метра увеличивать это расстояние но оставим необходимыми и между столом и диваном мы тоже должны оставить расстояние оно должно быть хотя бы один метр а лучше заложить побольше чтобы не толкаться и не пихать человеку который сидит за столом то есть это еще где-то метр двадцать получается если все это служить у нас будет 31 метр то есть 310 мы прибавляем вот к этому размеру 5 2 и получаем 8 метров 30 сантиметров вот теперь 8 и 3 умножаем на 32 и получается 26 метров квадратных вот это вот самый-самый минимальный размер в который помещается вот то все что мы с вами задумали это еще при условии если я все правильно сосчитал но и потом есть же вопрос композиции есть вопрос восприятия пространства вот в таком вытянутом помещении ну все будет смотреться немножечко таким сжатым и узковат и поэтому вот здесь 8 метров а здесь 33 метра оставлять ну совершенно неправильно и нужно увеличивать ну хотя бы до 4 а а иначе это все превратится в какую-то такую кишку вытянутую поэтому здесь должно появиться 4 метра а когда мы 4 метра умножим на 8 и 3 то это получается 33 квадратных метра вот они эти 33 квадратных метра а если мы здесь чуть-чуть посвободнее здесь чуть-чуть попросторнее как мы и говорили вот мы и выходим в 35 метров и вот не надо думать что это ой какая большая площадь это вообще мало на самом деле то есть это все сжато поджато ужата и это тот минимальный размер который необходим для того чтобы спроектировать комнату и то принимая во внимание что мы находимся с вами в идеальных условиях у нас идеальной формы пространства а вот если она квадратная будет то это совершенно другая история то есть кухня уже так не будет вставать там как здесь она например встает то есть это уже будет расположение совершенно иначе получаться ну короче говоря давайте с гостиной до конца уже разберемся и все значит чтобы поставить диван и телевизор нам необходимо поставить диван размером 220 и глубина этого дивана где-то 90 сантиметров вот пожалуйста размера к стене я советую не прижимать диван и советую оставлять расстояние допустим 0 5 метра я бы оставлял но если у вас узкого то допустим хорошо пуская он будет прижиматься к стене дальше до телевизора нужно оставлять тоже какое-то расстояние ну хотя бы метра три то есть длина комнаты у нас получается три метра ширина комнаты у нас тоже должна быть какой ну хотя бы чтобы в лес диван и если вы хотите кресло то здесь тоже мы должны заложить какое-то расстояние то есть должно остаться расстояние до стены допустим здесь окно тогда под шторы 20 сантиметров и дальше кресло глубиной допустим 80 то есть кресло глубиной 80 сантиметров здесь 20 то есть это метр и вот здесь у нас должен остаться от дивана до стены тоже где-то примерно метр вот и получается что эта стена 320 а вот это 3 то есть эта комната только под один диван телевизор и пару кресел максимум больше вы сюда ничего не поставить это такая некая зона это та площадь которая необходима под мягкую мебель и чтобы вы это учитывали в своем проекте то есть знаете что вам нужны такие расстояния можно ли сделать не три меньше да можно но одно кресло точно выкидываем и мы понимаем что смотрим и телевизор уже на более близком расстоянии можно ли это сделать больше раздвинуть да конечно можно можно и диван побольше поставить и кресло пошире но вот это пожалуй какие-то такие минимальные размеры которые вы можете использовать в своем проекте и так мы с вами обсудили хранение мы обсудили кухню и обсудили гостиную кухню и гостиную мы рассматриваем в рамках одного помещения и вот примерные размеры я вам рассказал теперь у вас возникает вопрос боже как все это делать уже я вас завалил информация чувствую я очень просто сейчас вот прям сейчас даю рекомендацию что нужно сделать для того чтобы в этом всем очень легко и просто разобраться берете миллиметровку на миллиметровке вычерчиваете план вашей квартиры в масштабе 1 к 100 это очень просто берете точно такой же лист миллиметровки и на нем вычерчиваете мебель в масштабе например диван например кресло отдельные элементы кухонного гарнитура затем вырезаете их и вот эти вырезанные штучки из мебели начинаете двигать по вашему плану подстроили подменили мебель расставили а затем начали водить карандашом и рисовать новые перегородки то есть получается вы подстраиваете планировку под свой сценарий жизни они наоборот свой сценарий жизни под планировку которая вам досталась от застройщика попробуйте этот попробуйте этот прием уверен он вам понравится очень он очень простой и понятно самое главное в нем это соблюдать масштаб этого вот одно правило которое нужно запомнить соблюдать масштаб и все не нужен никакой компьютер ничего не надо вы просто руками двигаете эту мебель и смотрите как лучше ее расставить есть ложка дегтя во всем моем рассказе куда угодно в ванной и санузел разместить мы не можем это так называемые мокрые точки кстати говоря как и кухня тоже поэтому ванная останется только на территории ванной максимум за счет чего она может увеличиться это коридор или кладовая то есть не живут не жилое помещение